Так проходят испытания новой разработки красноярских ученых в микрогидроэлектростанции. Такой источник энергии пригодился бы для жителей сел, небольших предприятий. Детали для микрогэс изготавливают на красноярском научно-производственном предприятии «Радиосвязь». Микрогидроэлектростанция – это компактная и экологическая альтернатива водных плотин. Главный ее плюс – она может работать на любом участке реки, и там, где слабое течение, и даже под водой. Сейчас ученые продолжают работать над ее усовершенствованием. Авторы постоянно ее модифицируют. Вот они, последняя модификация генератора, они вынесли из воды, перенесли на сушу. Есть там вопросы с электрогенераторами, вопросы металлоемкости, вопросы надежности подшипников. Она совершенствуется, и это одна из причин, что мешает промышленному ее внедрению, тотальному использованию в крае. А вот разработки профессора СФУ Виталия Дубровского уже внедряются в промышленность. За моей спиной один из котлов Красноярской ГРАЗ-2. Его высота – 45 метров. Именно здесь ученые Политехнического института внедряют эколого-энергосберегающую технологию сжигания углей к применениям универсальных горелочных устройств. Котлы на тепловой электростанции растапливаются мазутом. На растопку одного нужно 30-40 тонн мазута. Однотонна стоит 10 тысяч рублей. Значит, чтобы растопить котел, требуется полмиллиона. И это только на одну растопку. Теперь это можно сделать и без использования мазута. Инновация красноярских ученых проста, но очень эффективна. Они нагревают угольную пыль заранее. Не в самом котле, а в небольшой горелке. Внутри происходит нагрев, предварительный нагрев пыли. То есть она нагревается внутри до 800-1000 градусов. То есть с маленьким избытком воздуха. То есть происходит процесс газификации. Она не горит, но происходит газификация выделения горючих газов. Горелочное устройство монтируется в амбразуру котла и серьезно удешевляет процесс. Эта технология, которая нами разрабатывается, она очень малозатратная. И особенно, что очень важно, надо отметить, что данная технология, при всей ее малозатратности, она приемлема вот почему. Здесь не надо переделывать котлы. И это еще не все. Новая технология позволяет снизить в три раза выброс в атмосферу оксидов азота. Промышленники разработками ученых довольны. С учеными политехнического института нам не только интересно сотрудничать, но мы даже и получаем определенные результаты. Если говорить о предыстории, то на самом деле это история с 80-х годов у нас идет. Потому что, будучи мы были студентами когда-то Красноярского политехнического института, потом так сложилось, что рано или поздно какие-то темы, которые необходимо решать в энергетике, естественно, мы сотрудничаем с теми преподавателями, которые нас когда-то учили, которые способны и могут решать сложные, серьезные проблемы в энергетике. И мы на себе это ощущаем. Но ясно одно. При всех попытках внедрения новых технологий для получения эффекта нужен системный подход к проблеме. На самом деле программа энергоэффективности – это очень такой глобальный проект. В основном это инвестиции. То есть энергоэффективности можно добиться только когда вкладываешь большие инвестиции и реализуешь проекты, когда внедряешь новое оборудование. Это Красноярская ТЭЦ-3 энергоэффективный проект. Это у нас реконструкция турбины в Минусинске, в Каннске. Инвест-программа развития города Красноярска в тепловых сетях. Это все мероприятия, которые дают энергоэффективность и снижают потери, снижают затраты, увеличивают КПД. Это серьезные вопросы по компенсации реактивной мощности ставим новые устройства. Это более современное оборудование, которое на новых подстанциях и на реконструированных подстанциях мы устанавливаем, которое повышает энергоэффективность. То есть целый комплекс работ, которые мы разрабатываем, мы реализовываем у себя. Просто если мы хлеб кушаем, мы приучились послевоенное время кушать хлеб до конца и не выбрасывать его бездарно. Поэтому электроэнергия тот же хлеб 21 века и нельзя выбрасывать, нельзя выпускать энергию на ветер. И это очень важная энергосберегающая технология. Энергосберегающая технология